2024 в России объявлен годом семьи, а для нашего региона это еще и год 70-летия образования Белгородской области. К юбилею в Центре молодежных инициатив наградили более 100 старооскольцев. Подробности в нашем репортаже. Гостей встречали в фойе и сразу предлагали признаться в любви к Белгородчине. Я написала, что я люблю свою Белгородскую область за то, что она дает очень много возможностей. Любовь к родному краю, те, кого в этот день собрали в зале, доказывают делами. Все те, кто в этом зале и те, кто сегодня на предприятиях у станка, все мы с вами вносим огромный вклад в развитие не только нашего городского округа, в развитие экономики, но и развитие нашего прославленного региона, нашего святого Белогория. На сцену поднимались коммунальщики, металлурги, аграрии, руководители некоммерческих обществ, представители общественной палаты, духовенства. Благодарности и грамоты от губернатора облдумы местных властей вручали глава администрации округа Андрей Чесноков и председатель Совета депутатов Татьяна Карпачева. У нас сегодня есть все условия для развития и процветания нашей страны и Белгородщины. Среди награжденных – Алла Гордеева. За что? Ну, наверное, за свой плодопорный труд. Полностью отдаю себя работе ответственно. Как бы 16 лет, наверное, не зря же я отработала на этом предприятии. Мы производим комбикорм для выращивания поросят. От того, какой мы настолько качественный сделаем комбикорм, настолько вкусное будет мясо. Есть чувство, что мы участвуем в развитии нашего региона. Вся Белгородская область и далее будет накормлена мясом. Виктор Нинашев прошел путь от электромонтера до заместителя начальника цеха. Сравнивая 90-е, когда предприятие буквально выживало, говорит, что сейчас совсем другое дело. Санкции стали возможностями. Производство стабилизировалось. И на сегодняшний день идет только рост производительности. Рост продукции, внедряется очень много приборов. Радует тем, что возросла занятость персонала. Люди зарабатывают. Заказов больше стало? Намного. Награды получили более ста оскольчан. Торжества завершились концертом с участием Белгородской филармонии.